Памятный знак в честь легендарного советского летчика Алексея Моресева открыли сегодня под Валдаем. События приурочены к столетию со дня рождения Героя Советского Союза. Двухметровую стелу, венчанную копией винта самолета, на котором был сбит будущий прототип героя повести о настоящем человеке, установили в лесу. Именно на том месте жители соседней деревни Плав нашли раненого летчика. Он 18 дней выбирался к своим. В госпитале ему ампутировали обе ноги, тем не менее Моресев смог вернуться в авиацию. До конца войны он сбил семь вражеских самолетов. Вышедшая книга Бориса Полевого о подвиге Моресева на многие десятилетия стала бестселлером. Не менее известна и экранизация 1948 года. Афиша к фильму «Повесть о настоящем человеке» сегодня среди экспоната выставки «История советского кино» в плакатах. В залах Манежа три сотни авторских работ, на которых звезды кинолент той эпохи. Репортаж Екатерины Березовской. Небесно-голубые или какие-то неземные, изумрудные? Какого цвета на самом деле глаза у кинодивы Любови Орловой, черно-белый фильм «Цирк» не давал ответа. Зато давали эти плакаты, которые прохожих буквально гипнотизировали. Взгляд останавливался, а ноги, казалось, сами шли в кинозал. За магией, которая начиналась задолго до команды «Мотор». Художники, как кинорежиссеры, словно монтировали свои картины. Сочетали планы разной крупности, играли с ракурсами. Плакат к ленте «Белое солнце пустыни» как фильм в миниатюре. Здесь намек на самые яркие эпизоды. Это уже готовый продукт. А чтобы понять, как создавались плакаты, достаточно взглянуть на этот эскиз. Едва читаются пометки художника. Голову поднять. Здесь повыше. Вот такая кропотливая работа, где детали и миллиметры решают все. Фирменную подпись «2 Стенберг 2» братья Стенберге ставили, когда точно знали. На их приманку, интригу, зритель клюнет. Девушка с коробкой кому-то подмигивает или это прищур перед выстрелом. Хотите узнать, спешите увидеть. Впрочем, сами Стенберге, с которых начинался конструктивизм, от начала до конца фильмы едва ли смотрели. Выпуская по 300 плакатов в год, иногда работали буквально вслепую и все равно попадали точно в цель. Они брали, вырезали куски, некоторые кадры из фильмов. И на основе этих кадров делали свои какие-то размышления по поводу того, о чем этот фильм мог быть снять. Возможно, дизайнеры вообще не видели этого фильма и даже не видели раскадровки. Они знали название и придумывали свой сюжет для плаката. Не дополнение к фильму, а самодостаточное произведение, где художник имел право сказать «Я так вижу». Тут Андрей Рублев только отдаленно напоминает героя картины Тарковского. Или вот два совершенно разных плаката. К ленте «Я шагаю по Москве». И в этом обаяние бумажного кино. Вы видите, что если один плакат полностью рисованный, с одним ощущением, в основном здесь ощущение от Москвы и московского дождя, то второй плакат, он содержит в себе отрисованные, но фрагменты кинофильма. И у него совершенно другое ощущение от плаката создаётся таким образом, чем от этого. Плакат как предчувствие киноуспеха. Про тазановскую «Аэлиту» критики сперва приняли холодно. Зато графическую работу называли шедевром. А так приглашали на ленту «3 плюс 2». Марионетки, намёк на характер отношений. Чтобы зацепить зрителя, художники и редуцировали сюжет до одного числа, и смешивали кино и мультипликацию. Велен Каракашев сам создал плакаты ко многим фильмам. И метафор никогда не жалел. Вы чьё старичьё? Вот старички, которые отработали, сделали всё, что нужно, отдали всё, что нужно. И теперь я их на помоечку. 70 лет истории, более 300 работ. Каждая как зеркало времени и направлений в искусстве. Плакаты военного периода, говорят искусствоведы, ни на что не похожи. Тот случай, когда минимум красок, но эмоций всё равно вся палитра. Использовано всего две краски. То есть плакаты печатаются на бумаге худшего качества, становятся довольно бедными по красочности. Но зато они были очень дороги, потому что все фильмы военного времени, они смотрелись всеми по многу раз. Смотрелись на фронте, смотрелись в тылу. Больше, чем реклама, сложнее, чем рецензия. Плакаты к культовым фильмам искусства, которые в зрителе пробуждают желание посмотреть кино, а потом снова взглянуть на работы художников. Чтобы сравнить впечатления их и свои. Екатерина Березовская, Роман Хроленко и Мария Михнеевич. Первый канал.